На данный момент военнослужащие вооруженных сил Украины выполняют все поставные задачи на востоке Украины, связанные с защитой территориальной целостности нашей украинской державы, государства. Мы хотим, чтобы Украина была одна, единая от востока до запада. У нас один украинский народ. Но в марте месяце у нас преступно отторнули автономную республику Крым и включили почему-то в состав Российской Федерации. Вы как объясняете, говорите, Крым забрали, отобрали, там без единого выстрела было. Это российский Крым, вот забрали. Это чане, луганчане не захотели жить по законам украинской кубы, которая незаконно заняла эту власть. Теперь это получается мыслись эспертисты, мы бандиты, мы должны идти воевать с Донецкой, с Заем. Вы этой комнаты, мы молчатели эспертисты, мы разговариваем на русском языке, в Донецке разговариваем на русском языке. Вы не имели никакого права отнимать у нас русский язык. Вас не заставляют нас рисками. Вы, Порошенко, кто? В первую очередь началось говориться за русский язык. Москве убивают, эспертистов убивают, если вы за русский народ, значит вы враги, значит вы предатели. Какое вы имеете право отбирать наше право? Так мы сепаратисты, вы нас называете сепаратистами и мы должны идти убивать дончанин и луганчан, потому что они захотели жить по-другому. Хотят, пусть живут по-другому. Почему? Наши мужики должны идти их убивать. Это по-вашему, вы так и слагаете. Мы должны идти их убивать. Вы все говорите, ваша украинская хунта. Вы заколпали уже, Порошенко, я к нему. Везут шушь всякую. Куда можно это слушать? Ваши дети никуда не пойдут. Уж я никуда не пойду. Кому? Все уже обслужили. Мы никому ничего не обязаны. Мы верить вам не будем больше. Вы только врете. Можно сказать, что весь наш район воевать не пойдет. Добровольцы уже все ушли, кто хотел. А мы остаемся на своей земле. Мы не хотим жить мирно и строить Украину. Хватит ее разрушать. Хватит ее на колени ставить. Пусть Порошенко-то обваливается и едет вниз. И будет мир. Кому нужна эта война? Вам нужна. Вы не воюйте. Нам она не нужна. Мы хотим детей растить, внукового, строить Украину. Работать здесь. Вы же сюда пришли, на нашу землю, собирать всех мужиков. На нашей родной. Так и вот и не служите, и там у вас хранист. У нас там народ, такие самые родные и близкие. Зачем? Призывайте. Зачем вы потом ходите на казани, если вы не добровольцы, добровольцы? Кто хочет, пусть идет в воюте, неизвестно против кого. Сколько можно это слышат гадость по телевизору? Сколько можно этого вранья обладать? Вы же на все нас зайдете, все считаете. Люди, как баран, уже сказали, напугали. Они пойдут и будут это делать. Нет. Устали. Мы тоже будем защищаться. Молодец. Все вместе, тогда мы будем сила. Хватит разрушать наши семьи, наши людские жизни. Хватит. Донецк, посмотрите, что нам делают. Запеки и люди. В погребах сидят голодные. И России помогают. Киев прислал их покушать. Что-нибудь их прислал. Они без света, без тепла, без еды сидят. За что они не страдают? За что? Они жили 40 лет обстроили. Вы-то за 23 года что-нибудь выстроили. За день, за время независимости. Вы только разрушаете. Вы покажите, что вы построили. Банги только. Я строй, я ничего не разрушаю. Я только строю. Работали, обрамотливаем земли, пашем. А вы оттуда смотрите, как вы держу, уничтожите, украстья, воровать. Какое вы имеете право геню за войну засчитывать? Мы против войны. Вы полностью наше право все отдали. Мы не имеем права ничего сказать. Мы против Европы. Мы против НАТО. Мы хотим иметь народам жить. Мы хотим с Россией дружить. Мы всегда с Россией мирно жили. И как мы можем здесь выращивать свои помидоры? Куда мы их в Аферику повезем? Мы с Россией жили и хотим жить мирно и дружно.